добрый вечер друзья у нас вопрос о выгодности или невыгодности покупки недвижимости с моргиджем или например вот на кеш давай свет вопрос можете пояснить почему вы считаете что выгодно иметь моргидж то есть заем выгодно иметь ипотеку по-русски насколько я знаю и сумел почитать найти информацию сша вычеты по налогам даются как в россии то есть только на уплаченный интерес то есть например если ваш дом долг банку 300 тысяч долларов если долг банку 300 тысяч гиброргий дайте через 30 лет даже чистая выплата банку интерес без учета суммы составить чуть больше двухсот тысяч можно я остановлюсь значит дело в том что эта сумма зависит от процента под которой ты берешь деньги поэтому если он взял сейчас очень низкий интересно сказочно низкий поэтому вот эта сумма там он 200000 не знаю как он не насчитал но мы с тобой брали я помню первый наш моргидж и там было что мы за 30 лет заплатили бы два раза стоимость дом так это очень очень выгодные условия то что сейчас перечислил обычно три раза выплачивается но три раза из которых один стоимость дома 40000 вы выплатите через 30 лет ваша чистая выплата банку интерес без учета суммы составить чуть больше двухсот тысяч только процентов при этом с помощью вычета вы сэкономите около пятидесяти трех тысяч до стоп сколько ты сэкономишь с помощью списание налоговых определяется твоей налоговой шкалой ты можешь вообще ничего практически не сэкономить а можешь сэкономить очень сильно потому что это может быть до 50 процентов до 50 процентов этой суммы которые ты платишь моргидж и он там не совсем точно сказал по поводу того что списывается только процент на моргидж интерес списывается списывается еще property tax это тоже может быть существенной суммы да так вот почему я говорю списание зависит от дохода человека поэт от налоговой шкалы по которым платит они то что там сумму назвал это не так да какую-то часть уплаченного интереса вам вернут с помощью снижения на налогооблагаемой базы но если сравнить это с покупкой квартиры на кеш то выгода получается многократно вы вообще не платите интерес то есть экономите и в итоге 200 тысяч плюс 50 тысяч какой же тогда смысл моргиджа даже с учетом того что можно снижать налоги если тратный интерес дают вам такой опыт а что у нас получается этот вопрос вот эта часть значит предполагает что человек сравнивает две ситуации у него есть 300 тысяч чтобы не брать у банка и он думает что мне делать положить просто 300 тысяч и купить дом за кеш или свои 300 тысяч держать на счету а у банка одолжить и тогда у меня появится налоговые там льготы и тогда и это абсолютно отдельный мир совершенно в который мы сейчас двигаться не будем потому что мы не сравниваем покупку дома на кеш или покупку дома взаим с кредитом при условии когда есть достаточно кеша чтобы его купить правда это не тот вопрос о котором мы говорим что это выгодно купить почему это выгодно потому что у тебя нету 300 тысяч чтобы сразу отдать у тебя просто нет или миллиона или двух или сколько там дом стоит у тебя их нет теперь что получается значит деньги накапливаются в семье с какой-то скоростью ну может быть сейчас люди приезжают и у них есть там какая-то существенная сумма но хотя бы на down payment может быть есть я не знаю хотя вот последние два года мы видим там проблемы с этим но не суть мы когда приезжали например у нас не было ни копейки вообще ни копейки поэтому что получается для того чтобы накопить 300 тысяч или даже вот в нашем случае мы там покупали гораздо более дешевая там первая квартира наша была но это же нужно несколько лет чтобы накопить это хотя же ни то же ты накопил с одной зарплаты ли там с двух зарплаты и даже за все деньги такие деньги поначалу абсолютно нереально поэтому что получается под наши первой квартиры стали 130 тысяч чтобы накопить 130 тысяч чего не я да мне 5 лет до 5 прошло будет монастого компании вы не но копирует было бы семь лет восемь лет сколько нужно чтобы накопить такие деньги теперь значит что получается и все эти годы платишь налог с этой зарплаты все-таки. Ну, налог ты платишь. Но мы говорим сейчас немножко о другом. Мы говорим о том, что квартира, которая стоила 130 тысяч через 7 лет, представляешь, это 7 лет, в 2000 году она стоила уже 1450. То есть мы бы никогда на нее не накопили. Ни при каких условиях мы не могли бы купить эту квартиру, потому что она за эти 7 лет, что мы хотели накопить 130 тысяч, она уже стоила 450. Значит, теперь, есть такой момент, как недвижимость растет в цене. Безусловно, в Соединенных Штатах есть разные штаты, разные местности, оно по-разному растет, я не берусь говорить за другие местности. Но я говорю конкретно вот за Кремниевую долину, где мы тут живем. Значит, здесь примерно недвижимость удваивается за 10 лет. Значит, что такое, я 7 лет копил бы деньги? Это значит, что, во-первых, недвижимость выросла в цене, и я бы уже копил не 7, а, может быть, 10, 15, или, может быть, никогда не накопил. Второе, если я даже накопил за 7 лет эти деньги, и мне хватило, но за эти 7 лет оно выросло, а я-то ничего не получил. Понимаете, вот, допустим, она стояла, там, я взял за 300 тысяч, да, как в нашем примере, я взял за 300 тысяч. И, хотя, 300 тысяч в банке я взял, да, значит, она, может быть, стоит, там, не знаю, 400 тысяч. Значит, недвижимость, которая стоит 400 тысяч за 7 лет, но она не удвоилась, и она стала стоить, там, допустим, 650. Значит, 250 тысяч, которые я мог бы иметь в своем кармане, да, фактически, в equity, то, что у нас называется, я их не получил. О каких вообще льготах мы говорим? Налоговых, неналоговых, и вот этого всего, когда недвижимость удваивается за 10 лет. А что мы вообще говорим? Не говоря о том, что, скорее всего, нормальный чек уже просто не в состоянии купить, если он пытается накопить на Киш. Если у тебя была недвижимость где-то, и ты ее там продал, и переехал в более дешевое место, разговора же нет, правда? Да. Люди уезжают из Калифорнии, там, я не знаю, куда, в Норс-Каролайн, в Аризону, там, во Флориду, и он, ну, что нету? И покупает на Киш. Кроме того, кроме того, эти 7 лет, которые он пытается сэкономить деньги, чтобы купить недвижимость за полную сумму, да? Он все-таки не имеет налоговый год, и платит налоги больше, то есть у него свобода денег остается меньше. О, безусловно, он платит на всю катушку. На всю катушку, конечно. То есть он платит рент, если он в состоянии за 7 лет накопить 300 тысяч, понимаешь, да? За 7 лет накопить 300 тысяч, он такие налоги платит. Представляешь, сколько он зарабатывает должен? Да. Он, может быть, половину в налоге отдавит? Но при этом он же живет где-то, то есть он за жилье тоже платит, и за налоги он тоже платит. И в общем, ну, получается так, что если нету денег с самого начала, например, на всю сумму заплатить, то, конечно, очень выгодно взять именно. Но, вот этот пример, где не очень выгодно было, да? Не очень выгодно. То есть экономии нет, на налогах особой. Этот пример взят с легендарно низким интересом, понимаешь? Когда, собственно, интерес, низкие списания, соответственно, там и так далее. Это просто, ну, сказочный момент в истории, вот за 25 лет, чтобы здесь живем, такого не было. Знаете, чтобы там практически на нуле был интерес межбанковский, в смысле, федеральный. И вот, собственно, и все только поэтому. Да, и плюс еще, значит, взят такая налоговая шкала у человека, который это все считает. У него такая налоговая шкала, что он не платит много налогов. Да, ну, какие-то цифры там. Если бы он платил на всю катушку, это было бы намного, намного более выгодно. Вот, собственно, и все. Тут есть другие проблемы, потому что там, я точно не разбирался, вот, Светлана мне там, когда она где-то наткнулась на информацию, что вот сейчас меняются условия списания денежки, да? Да. Какие там у них перемены? Ну, тоже так, нюансы я не знаю, но там как-то они, с одной стороны, списываются налог, интерес, да, за лоун, а с другой стороны говорят, так, ну, если у тебя, вообще, это самое, доходы твои, доходы твои превышают на семью 150 тысяч, то тогда мы возвращаем поинты, там у них поинты высчитываются, как-то тоже зарабатывают, и получается, что тебе, все, что тебе списали, тебе обратно, в виде поинтов обратно вернули. То есть как бы не специально ничего. Ну, Свет, на самом деле, 150 тысяч на семью у нас получают, ну, может быть, в Калифорнии больше народу, а вот так в целом по стране это такая смехотворная, так сказать, ну, а здесь в Калифорнии два работающих человека, все 75 тысяч, вот, вот, 150 тысяч. Я тебе больше скажу, если ты помнишь, там же есть еще ограничения по списанию на сумму моргиджа, там, по-моему, сколько там? Там миллион сто. Миллион сто. Оно постепенно, потихонечку растет, но вот последнее, когда мы обращали внимание, было там типа миллион сто. То есть если у вас дом реально дорогой, и моргидж у вас, скажем, полтора миллиона, то списать вы можете только первые миллион сто. Остальные вы списать вообще не могут. Поэтому, как бы, это стимулирует людей не безумно богатых, а безумно богатым это плати, не выпендриваясь. Или тогда из бизнеса списывают, а не так вот, как гражданин. Ну, я думаю, что мы на вопрос ответили, и мне нравится, на самом деле, что люди садятся с калькулятором, да, и они что-то читают, изучают, и пытаются понять, вот, как с моргиджем. Мне, на самом деле, это очень нравится. Я люблю, вот, когда люди копаются в этом деле, потому что я сам не люблю очень копаться, а я так больше общую картинку представляю. поэтому, вот такой талант, значит, куда-то залезть, посчитать, и так далее, я с восторгом совершенно отношусь. Вот, и желаю того, кто вопрос нас задавал, чтобы он так, как-то, в общем, глубже там туда зарылся, закопался, и нам потом еще рассказал. со стороны, на самом деле, я так скажу, что это совершенно невозможно закапываться, потому что все сериали другие совсем, и сколько не изучая по интернету, тут на месте-то разобраться сложно, а уж с такого расстояния... он же не брокер по финансированию неглижимости, он живой человек, так сказать, вот, так же, как мы вот с тобой, там, да, как жители страны, мы что-то знаем, я думаю, на этом уровне он может вполне разобраться. Вот, ну что же, всем привет, и мы выходим с Хайвея, и из этого видео одновременно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok